Доброе утро! 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 как быть с образом жизни протестированного человека, какие профилактические действия должны быть предприняты при высокой предрасположенности к социально значимым заболеваниям. К числу обсуждаемых этикоправовых и социальных вопросов относятся также необходимости врачебные решения по результатам профилактического диагностического геномного тестирования, дородовой генетической диагностики, этические вызовы и технологии редактирования генома человека, этика массового обследования на следственные заболевания, использование его результатов, хранение и доступ к генетическим данным. Последнее, это отдельная история. Все мы понимаем, что в цифровую эпоху, и с учетом того, здесь профессионалы сидят, и я уверен, что и по другую сторону экрана, мы понимаем, какое количество информации, связанное с геномом, просто будет производиться и уже производится, и необходимость работы с ней, и мы понимаем, что это применительно каждому человеку, в самое ближайшее время будет уже данностью. Поэтому здесь отдельный очень важный вопрос – это работа с такого рода информацией, ее хранение, структурирование и все, что с этим связано. Я очень рассчитываю, что сегодня у нас стартует сейчас пленарное заседание по законам жанра, с утра традиционно, запланировано несколько секционных заседаний. Я очень планирую, что эти и другие вопросы будут обсуждены, и очень прошу, Елена Константиновна, поскольку мы стартуем, и вы главный модератор на пленарном заседании, в общем, прошу поставить себе задачу и руководителям столов круглых, и организаторам, числу которых Миноборнауки относится, конечно, сделать такое резюме по итогам дня, с тем, чтобы это можно было использовать в дальнейшем, в том числе поставить задачи перед вновь создаваемым центром, о котором я сказал. Спасибо большое за приглашение. Я с удовольствием поучаствую, не только формально сказав пресное слово, но и послушаю профессионалов, потому что у нас сегодня очень хорошие доклады запланированы. Благодарю вас. Спасибо, Валерий Николаевич. Ну, а я также попросила бы открыть нашу конференцию представителя Всемирной организации здравоохранения госпожу Катерину Литлер. Добрый день. Большое спасибо. Я благодарю Министерству образования и науки за то, что вы организовали эту встречу, за то, что пригласили меня выступить. И то, о чем я буду говорить, очень хорошо опирается на заявление господина министра. В ВОЗ была инициирована программа «Инициатива», которая действительно в очень большей степени своим акцентом делает все то, о чем говорил господин министр. Мы изучаем этические и правовые вопросы в том, что связано с редактированием генома человека. И мне кажется, это принципиально важная тема для обсуждения новых технологий, в особенности для такой области, как геномика. Потому что если такие обсуждения не проводить, если не стараться понять этические вопросы, если не искать новый способ управления, то мы не поймем и никогда не осознаем потенциал такого рода технологий для того, чтобы создать некие преимущества для здоровья на глобальном уровне. Также мне хотелось бы опереться на несколько основных тезисов, которые звучали в заявлении министра о том, как взаимосвязаны все эти технологии, которые сегодня развиваются. Генеральный директор создал этот комитет именно для того, чтобы изучить редактированные геномы человека. И, в частности, один из основных тезисов, когда создавался комитет, был таким. Нам необходимо увидеть более широкую картину, увидеть разные другие дисциплины, темы, технологии, которые с этим связаны. Сегодня вы не можете опираться в управлении только на редактирование генома человека, не изучая при этом такие темы, как изучение управления данными, например, или вопросы этические, потому что сегодня технологии начинают объединяться и сливаться воедино. Мне очень приятно, что меня пригласили выступить. Большое спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. . . . Спасибо. . 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 Спасибо. . . . . . , . , . 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 Какие принципы должны быть в основе управления и контроля в такого рода регулирование, какие есть вызовы и сложности. Господин министр говорил о некоторых из них. В частности, говорил о том, что мы часто не можем прогнозировать состояние науки через 5, 8, 10 лет. И, соответственно, как сегодня наши модели и механизмы, если они подходят нам на сегодняшний день, будут соответствовать нашим потребностям через 5, 10 лет. Комитет изучает инструменты, институты и процессы управления в подходе к редактированию генома человека. И, соответственно, самое важное для нас понять, кто здесь основные игроки, кто должен заниматься этим управлением. И также разработка сценариев – это очень полезная вещь, которая помогает проиллюстрировать некоторые из вопросов, которые перед нами встают. Необходимо делать это на глобальном уровне. И было бы очень важно понять это на уровне страновом, о том, какие вопросы возникают в России, например, есть такого рода технологии и тип управления. И, наконец, какие вопросы необходимо рассмотреть для разработки такого рода механизмов управления. Комитет планирует работать в течение двух лет. Это очень важно. Мы понимаем, что изменения за это время произойдут. Комитет имеет внутренние рекомендации, которые подаются генеральному директору, где говорится, что было бы безответственно на настоящий момент работать с клиническими применениями редактирования задушевого генома человека. И это основной тезис для наших этических оснований. Генеральный директор, опираясь на это заявление, сделал свое выступление, которое было обращено ко всем странам членам. И, что касается других областей нашей деятельности, комитет работает в очень комплексном масштабе. Здесь большое количество вопросов, связанных не только с управлением, но и вокруг управления. Мы разработали рабочие группы. Я расскажу немного о нашем реестре. Но одна из основных вещей — это понять взаимосвязь между возникающими технологиями и геномикой и более широкими инфраструктурными и культурными аспектами. Таким образом, действительно очень сложно все это разделить на отдельные темы. Нам нужно составлять общий обзор картины, которую мы сегодня имеем. Мы изучаем исследования, которые были опубликованы для того, чтобы эти технологии были полностью охвачены. Один из вопросов — это пренебрежение этикой. Это где исследователи изучают разные механизмы, регулирующие разные модели, которые могут быть использованы для исследований. Потому что, вполне возможно, там нет ограничений таких, какие есть на национальном уровне. Это подводит нас к вопросу о гармонизации и о лучшей координации между странами. Потому что это вопросы научные и такого рода исследования действительно глобальны по своей природе. Также есть и вопросы, связанные с информированием, с подачей информации об инцидентах, которые происходят. И тогда каким образом разработать более качественную культуру исследований того, что есть, как обнаруживать то, что есть, и как исследования проходят. Также есть и вопросы, связанные с контролем. Например, терминология — это очень важная тема, мне кажется, для ваших соображений. Как подойти к консенсусу здесь? Потому что это путает аудиторию, путает общество и путает людей, которые используют терминологию, если они не полностью понимают, о чем говорят и что обозначает тот или иной термин. И, наконец, последняя тема, о которой говорил же и господин министр, тоже — это обучение, образование, включение и передача ответственности самим членам общества. Это возможность участвовать в исследованиях, укреплять наш потенциал для такого рода работы. И нам, в первую очередь, необходимо обучить население. Дальше нам необходимо включить население в использование и понимание преимуществ этих технологий. И дальше, если мы думаем об этике и о роли управления в этом вопросе, какие модели мы можем предложить для того, чтобы это более качественно представить. Я понимаю, что мое время сейчас выйдет. И еще хочу сказать о реестре редактирования геномы человека ВОЗ. Необходимо для того, чтобы обеспечить большую прозрачность, чтобы все исследования, которые происходят, были нам видны, были легко находимы. И прозрачность, мне кажется, действительно принципиальный принцип геномики, который идет вперед. И относится это не только к реестру, но также к биобанкингу и к обмену данными. Вот ссылка. Снова повторю, что мы будем рады поделиться этими данными с организаторами. И наши последующие шаги. Мы надеемся, что этот доклад, эта модель механизма управления рекомендацией будут завершены в начале 2021 года. И далее мы надеемся работать со странами и членами по реализации. Также очень много данных нам предстоит собрать. Это очень комплексная, сложная сфера. Мы очень стараемся работу, которую мы проводим, разместить в более широком контексте для того, чтобы она нашей цели соответствовала. Остановлюсь здесь. Благодарю вас всех. И мне будет очень интересно выслушать остальные презентации. Спасибо. Большое спасибо. Коллеги, мы с вами уже во вступительной части услышали два великолепных содержательных доклада по теме нашей конференции. Поэтому я прошу нашего следующего докладчика уже не начать пленарные доклады, а продолжить череду пленарных докладов. Хочу попросить выступить доктора философских наук, одного из наших самых ведущих специалистов в области биоэтики, Елену Георгиевну Гребенщикову. Спасибо, Елена Константиновна. Во-первых, я, конечно, хочу поблагодарить своих коллег, Евгению Владиславовну, Веру Леонидовну и Марию Владимировну Воронцову, с которыми мы вместе сделали эту конференцию. И отдельная, конечно, благодарность Сергею Ивановичу Куцу, директору Мерико-генетического научного центра. Ну и, конечно, мои слова благодарности ректору Второго медицинского университета Сергею Анатольевичу Лукьянову, который понимает, что биоэтика нужна и будущим специалистам, и наука невозможна без биоэтики. Ну, собственно, переходя к докладу, я хочу решить двуединую задачу. По сути, с одной стороны, я хочу показать, как сформировались социогуманитарные контуры геномной медицины под влиянием биоэтики, а с другой стороны, все-таки немножко показать специфику биоэтики, поскольку аудитория довольно широкая, и были вопросы о том, что вообще, что такое биоэтика-то на самом деле. Мы говорим уже о социогуманитарных измерениях, но не всегда даже до конца понимаем, что это такое. Ну, собственно, взаимоотношения между биоэтикой и генетикой развивались довольно своеобразно, потому что в 1990 году начинается проект «Геном человека». Первый директор проекта, всем известный Джеймс Отсон, нобелевский лауреат, открывший ДНК, вместе с Криком, неожиданно для всех, как говорят на открытии, говорит, что от 3 до 5% финансирования проекта «Геном человека» надо потратить на исследование этических, социальных и правовых последствий секвенирования генома. Собственно говоря, если биологи говорят, что Отсон открыл ДНК, то гуманитарии говорят, что Отсон изобрел элсификацию, то есть это ethical, legal and social implications. Фактически вот это начало, это начало того, что сейчас мы уже понимаем как социогуманитарное обеспечение технонаучного развития. И довольно, в общем-то, укрепившаяся, закрепившаяся в науке традиция связана с тем, что эволюция от LCA через LCA в Европе и Responsible Research and Innovations, сейчас, в общем-то, мы имеем уже вот фактически сложившуюся систему в том или ином виде. Безусловно, она имеет ряд отличий. Ну, во-первых, это то, что в отличие от американской программы, заимствование этой идеи в Европе привело к тому, что LCA вышла за пределы биомедицины. И фактически она стала релевантна уже для многих других проблем, которые возникают в технауке вообще. И, собственно, здесь главная идея то, что не какая сама по себе программа, а то, что есть некая методологическая установка о том, что наука развивается в обществе, она развивается для общества и под влиянием общества. И недооценивать эти вопросы уже нельзя сейчас. Следующий момент – это вот в четвертой рамочной программе фактически возникла LCA, то есть заимствованная у американцев. И следующий этап – это всем известные уже ответственные исследования инновации, Responsible Research and Innovations. Это то, что было, если говорить о Европе, в седьмой рамочной программе Евросоюза, ну и в горизонтах 2020 это было заимствовано. Это уже более крупные программы, которые сейчас фактически можно проследить вот эту эволюцию в такой перспективе от проекта геном человека, начатого в 1990 году, до, например, европейского проекта Human Brain Project, то есть мозг человека. Вот эта инициатива, если мы в геноме человека говорим о некой попытке рассмотреть implications, последствия, то сейчас это уже некая другая инициатива, которая пытается видеть не только последствия, но и предвидеть возможные риски, оценить баланс рисков. И главное здесь, что, в общем-то, идея не то, что ученые должны только что-то там изобрести и предъявить это обществу, а то, что общество должно для себя изобрести смысл новых технологий. Без этого невозможна социальная акцептация инноваций, без коммуникации между наукой и обществом проблема акцептации инноваций стоит очень остро, и, ну, здесь я не буду, наверное, тратить время на то, чтобы там пояснить это на примерах ГМО в Европе, вот они это осознали гораздо острее, чем мы сейчас, но тем не менее, в общем-то, вот в этих процессах биотика как раз сыграла ключевую роль. С одной стороны, она выступает здесь как механизм согласования интересов, а с другой стороны, биотика выступает как площадка обсуждения тех или иных подходов. И вот здесь я попытаюсь сейчас показать, что такое биотика, а потом вернусь опять к этим социогуманитарным контурам, о которых я начала говорить вначале. Ну, собственно, биотика сейчас в широком смысле понимается как институт социальный, воплощенный в деятельности этических комитетов, как дисциплина, которая преподается обязательно всем студентам медицинских вузов, и как некая область межисциплинарных исследований, на которой взаимодействуют юристы, философы этики, врачи, клинические психологи, теологи, специалисты в области разных религий, и еще представители общественности. Вот в этом смысле биотика как раз это область исследований, и она выходит в деятельность этических комитетов, соответственно, там есть этот социальный такой аспект. И, собственно говоря, вот проблемы биоэтики, они тоже довольно специфичны, иногда вот понимаются по-разному. Во-первых, это исследовательская этика, research ethics. Исследования сейчас очень активно идут, и возникает очень много проблем. Я об этом чуть позже скажу. Второе направление – это медицинская этика. Ну, можно говорить о биомедицинской этике, можно говорить о поколении советских врачей, да, и постсоветских, тех, кто получали образование в советской медицине, иногда говорят диантология. Не совсем правильно, но для них это диантология. Ну, мы иногда говорим биомедицинская этика, имея в виду, что основное здесь – это взаимоотношение между врачом и пациентом. И третье направление исследования – это то, что как раз чаще всего называют словом биоэтика, это философские проблемы, так называемые big issues в биоэтике. Это там эвтаназия, трансплантология, клонирование. Вот это, в общем-то, такие проблемы, в которых медицина, в общем-то, может помочь, но помочь она не может до конца. Почему? Потому что здесь проблемы чисто мировоззренческие и философские. То есть сейчас эмбриология может сказать о развитии плода и эмбриона буквально все, но от этого мы не можем никак договориться, потому что у нас не становится легче все-таки, когда начинается жизнь. Вот если вот сейчас это конгломерат клеток, а сейчас это человек, или это вообще с самого начала человек, или мы можем до какого-то периода все-таки что-то делать, имея в виду, что… Ну, вот здесь как раз и основные вопросы. Эти вопросы, в общем-то, не медицинского свойства на самом деле, а свойства как раз вот такого социогуманитарного. Я сейчас попытаюсь, ну, в нескольких буквально словах осветить основные проблемы и перейду вот к тем проблемам, которые, собственно, вот эти последние биоэтические, то есть мировоззренческие, связанные с проблемами развития генетики. Собственно, они больше всего и волнуют общество. Ну, во-первых, это, вот если говорить об исследовательской этике, здесь очень остро состоит проблема добровольно-информированного согласия, обеспечения принципа конфиденциальности, этика, правового регулирования инноваций. Традиционная форма информированного согласия, сейчас утвердившаяся у нас, это согласие здесь и сейчас. Человек дает согласие, он понимает, в чем он участвует, исследователь может что-то объяснить, и с этим все понятно. Возможности биобанк, возможности генетики открывают, в общем-то, перспективы использования данных многократно. Причем здесь ответственность оказывается не ответственной здесь и сейчас, а ответственность за будущее. То есть эти данные можно использовать в исследованиях, которые еще даже никто не придумал. Но они уже есть, их дальше можно использовать. И сейчас в биотике очень активно обсуждается проблема расширенного информированного согласия. То есть каким образом, с одной стороны, соблюсти интерес и права людей, с другой стороны, обеспечить развитие науки, а с третьей стороны, собственно говоря, предотвратить какие-то риски, которые могут возникать, когда мы понимаем, что человек уже не может, например, в случае болезни Альцгеймера дать какое-то согласие, отозвать это согласие, но он бы не хотел участвовать в том или ином исследовании. Отсюда вот и возникают попытки учесть вот эти измерения, то есть пересмотреть, по сути, в общем-то, сложившуюся традицию информирования пациента. И вот здесь как раз эта модель широкого или открытого типа, ее по-разному называют, она очень сильно ориентирована на будущее. В этом смысле биоэтика, конечно, это не только форма вот такой социогуманитарной оценки здесь и сейчас, но это форма, которая пытается все-таки не implications, да, последствия, а некие возможные перспективы оценить и предусмотреть то, что, по крайней мере, сейчас это возможно сделать. Следующий раздел – это медицинская генетика. Но здесь, конечно, очень много проблем, о них будут говорить специальным образом. Я даже не берусь сейчас их как-то полностью осветить, охватить. Я просто несколько, вот опять же, фраз скажу о прогностическом и семейном характере медицинской информации. Вот очень остро проблема стоит право знать или не знать, и проблема генетической ответственности, как она вот в контексте современного развития генетики рассматривается. Ну, во-первых, наверное, поскольку здесь будет говориться много о генетическом скрининге, я вот могу остановиться на двух уровнях. С одной стороны, это такой индивидуальный уровень, да, я думаю, понятно, что такое семейный характер, да, генетическая информация, то есть она затрагивает интересы всех кровных родственников, но на самом деле она затрагивает еще интересы и семьи, то есть супругов, тут кого больше иногда, в общем-то, надо разбираться. То есть это проблема, там, добровольность, тестирование, опять же, проблема знать или не знать. С другой стороны, есть ситуации, когда семейная генетическая информация или информация, которая выходит на какой-то популяционный уровень, уже касается таких мировоззренческих, опять же, вопросов, отношения к здоровью, отношения к каким-то витальным ценностям, отношения к тому же самому аборту. И вот, ну, классический пример, наверное, многим известный, хотя, наверное, не все его знают, я поясню, это деятельность Равина Джосефа Эйкштейна, который создал организацию, да, по предотвращению заболевания болезни Тейс-Сакса. Это довольно тяжелое заболевание, у него четверо детей умерло в результате этого заболевания. Когда умер четверо ребенок, он понял, что с этим что-то надо делать, они умирают в раннем возрасте, и никаких способов предотвратить или лечить нет. И он предлагает довольно интересную модель, которая оказалась не только успешной, но и стала основой для других, в общем-то, близких таких программ. Ребенок сдает тест в подростковом возрасте, он не получает никакой информации о носительстве, но когда дети пытаются вступить в брак, ну, хотят вступить в брак, их доверенные лица звонят в Дор и Шарим, это организация, которая как раз была им создана, и узнают о возможности, ну, как бы, риска заболевания ребенка с таким заболеванием. В результате, если риск есть, им предлагают консультирование, и они, как правило, не вступают в брак. Если риска нет, соответственно, они не узнают о том, может быть, кто-то один там является носителем, не узнают о своем носительстве, да, и, соответственно, они не имеют никаких вот этих проблем. Вот что здесь важно? С одной стороны, такой подход обеспечил защиту от дискриминации, защиту от стигматизации человека, то есть он не знает, является ли он носителем. Хотя, конечно, есть критики, которые говорят, что, ну, в небольшом сообществе легко все это узнать, да, и понятно, почему люди не поженились. Но все-таки это определенная попытка защитить эти интересы, с одной стороны. А с другой стороны, в общем-то, здесь возникает совершенно такая в теоретическом плане довольно интересное понятие, называется генетическая пара. То есть это не интересы индивида, да, как носителя определенных заболеваний, это не интересы, там, всей популяции, это интересы, ну, там, двух людей, или их генетическая пара, да, или их, допустим, кровных родственников, которые тоже не хотят, чтобы их, там, внуки или, там, братья, сестры, да, были больными и умерли в раннем возрасте. И вот здесь, в общем-то, вот эта программа, Дора Иршимир и Шарим ее расширил на ряд других заболеваний, но она оказалась довольно успешна и удалось совместить, с одной стороны, интересы медицины, интересы, вот возможности медицины, а с другой стороны, социокультурные ценности, прежде всего, религиозные ценности, да. И еще один момент, это то, что это такой широкомасштабный, по сути, проект, который позволил, ну, не просто предоставить информацию о генетической совместимости пары, да, но и показал, что риски не имеют универсальной оценки, генетические риски не имеют универсальной оценки. Они могут в определенном случае иметь эту какую-то оценку для отдельного человека, но в некотором случае они могут, в общем-то, по-другому совершенно переосмысливаться, и вот этот успех зависит от того, насколько совпадает оценка значимости риска для индивида и для группы, или для отдельного человека и для вот этой генетической пары. Ну, безусловно, вот этот опыт может представлять интересы для развития генетических программ в нашей стране. Следующий здесь вопрос, это вопрос, связанный с генетической ответственностью. На самом деле проблема ответственности, а еще право не знать, надо сказать, да, право не знать, это еще одна такая ситуация, которая, собственно говоря, сейчас довольно остро стоит в биоэтике. Утвердившаяся парадигма информирования основана на том, что человек должен быть осведомлен, то есть он должен все знать и принимать, подписывая, например, добровольно-информированное согласие, исходить из того, что он все знает. Это нормально, да, и мы хотим как бы все знать, но хотим ли мы знать о том, что у нас там в 30 лет будет какое-то дегенеративное заболевание, нужно ли нам об этом знать в 15 лет. Ну, может ли вот эта ситуация измениться, например, если мы знаем о заболевании, которое можно лечить, или это заболевание вообще невозможно лечить, то есть это будет некое бремя, некий груз информационный, который человек несет с собой всю жизнь. И что с этим делать, да? И, собственно говоря, вот эта проблема очень остро стала, когда начала развиваться потребительская геномика. И в определенный момент пионер потребительской геномики, компания 23я, фактически оказалась под ударом, и потом им запретили тестировать на медицинские предрасположенности, когда столкнулись интересы FDI американского и тех людей, которые считают, что никаких рисков психологических, пресимптоматического тестирования не существует. И вот здесь ситуация довольно сложная. Почему? Потому что возникает несколько моментов, связанных, во-первых, не только с информацией, но и с автономией человека. То есть насколько я автономна в том, чтобы принимать решения относительно своего здоровья на основе той информации, которая сейчас уже известна. Следующий аспект – это, конечно, то, что есть момент, связанный с регулированием этой ситуации. Если говорить о нашем законодательстве, по нашему законодательству, человеку не может быть навязана информация против его воли. То есть если человек не хочет знать, он не должен знать. Но некоторые эксперты считают, что это не обязанность, а долг. То есть человек должен знать, исходя из интересов не своих собственных, а своей собственной семьи и будущих детей. И мы знаем, что есть вот эти wrongful life-кейсы, когда родители получают судебные иски от детей, которые пишут, что вы не должны были нас рожать, вы должны были сделать аборт. И вот в этой ситуации, конечно, когда эти риски еще дополнятся новой формой судебных исков, вы не должны были нас рожать, вы должны были сделать генетическое тестирование, а потом вот думать. И следующий аспект, о котором мне надо, конечно, сказать, это генетическая ответственность. Собственно говоря, я немножко ее коснулась. Это обязательство или не обязательство раскрывать родственникам информацию о своих генетических предрасположенностях. Вот, собственно говоря, то, что касается медицинской генетики. И последний аспект, вот такой довольно важный в контексте генетики, связанный с биоэтическими, конечно, дискуссиями, это проблема улучшения человека. Это то, что вот сейчас стоит на повестке дня биоэтики, и то, что фактически является границей, разграничивает полемику. С одной стороны, мы имеем цели медицинские, это понятно, это лечение, и это никто, в общем-то, не ставит под сомнение. С другой стороны, мы имеем цели, которые, так называемые, технологии двойного назначения, которые могут выходить за границ терапии. И здесь вопрос, можно ли использовать генетические технологии в этих целях? Можно ли редактировать геном человека для того, чтобы у него было не только прекрасное здоровье, ну или там глаза какого-то, не знаю, голубого цвета, да, но при этом он имел еще какие-то там показатели физические, которые ему не даны. Вот хорошо это или плохо? И фактически сейчас наметилась очень интересная тенденция. Демаркация была впервые представлена, ну в явном виде она чуть раньше возникла, конечно, но представлена была в докладе президентского совета по биоэтике США, за границами терапии, биотехнологии и стремления к счастью. Два года назад появился доклад на Афельского совета по биоэтике Великобритании, в котором говорится о том, что редактирование генома зародышевой линии возможно в некоторых случаях. Это ценности, солидарность, это социальная справедливость и так далее. И вот здесь, как говорят многие исследователи, сейчас намечается очень важный сдвиг к возможному пересмотру этических координат развития технологии двойного назначения. Почему? Потому что Великобритания – это страна, в которой очень активно развивается репродукция. Я напомню, что в 1978 году родилась Луиза Браун, первый ребенок из пробирки. И, собственно говоря, через два года была создана Борнхолм, это коммерческая клиника ЭКО. Собственно говоря, технология очень быстро вышла на рынок, и, соответственно, Великобритания – это, в общем-то, страна, которая, конечно, играет здесь одну из ведущих ролей. Ну и, собственно говоря, вот проблема дизайна детей – это проблема, которая специфицирована еще сложностью антропологического статуса эмбриона. И поскольку не решены проблемы в ЭКО со статусом эмбриона, то есть там мы сталкиваемся по поводу того, что такое эмбрион, грубо говоря, что или кто такой эмбрион, вот эти же проблемы выходят сюда и в дизайн детей. То есть мы также сталкиваемся здесь. И в заключение я хотела бы сказать, что социальные образы и представления о будущем, биотехнологии и генетики формируются под влиянием разных факторов. И среди них биоэтика и наука должны играть ключевую роль. То есть каналы коммуникации между наукой и общественной должны формироваться под влиянием экспертного знания, под влиянием осмысленных рисков и под влиянием тех совместно принятых представлений и решений о будущем технонауке. Спасибо. Спасибо большое, Елена Георгиевна. Мы все знаем, что надо для развития генетических технологий. Нужны, собственно говоря, оборудование, кадры, нужны деньги, финансирование, естественно. Но также точно на развитие генетических технологий, для любых других новейших технологий, будет огромное влияние оказывать общественное мнение, то, что люди и общество думают вообще о тех или иных технологиях. Елена Георгиевна в своем докладе уже выделила такую проблему, как биоэтика и согласование общественных интересов. Я хотела бы попросить продолжить эту тему доктора медицинских наук, председателя Российского общества медицинских генетиков, Веру Леонидовну Ижевскую, рассказать нам об отношении общества к геномным технологиям в медицине. — Благодарю вас, Елена Константиновна, за представление и возможность сделать доклад. У меня будут немножко более конкретные вещи. Это результаты эмпирического исследования, которые иллюстрируют некоторое положение, которое здесь уже прозвучали. На самом деле, без взаимодействия общества и без доверия общества к тем или иным технологиям совершенно невозможно их развивать, потому что они не будут приняты обществом. И мы видим уже такие примеры. На сегодня в медицине генетические технологии уже активно используются. Однако главная проблема, какие варианты последовательности ДНК и как соотносятся с теми или иными признаками, которые определяют нормальные признаки, или состояние здоровья до сих пор у нас еще открыт. И без геномных исследований, и более того, без появления геномных банков и о геномах, о последовательностях ДНК в сочетании с медицинской информацией и в сочетании с информацией о состоянии здоровья их участников очень трудно ответить на эти вопросы. Вот на этом слайде приведены целый ряд проблем научного свойства, которые на сегодня не решены и уже создают сложности в диагностике, в геномной диагностике наследственных заболеваний, редких заболеваний. И на некоторые вопросы иногда удается ответить благодаря уже существующим большим банкам данных, таких как проект 100 тысяч геномов или как исследование взрослых, пожилых и людей старческого возраста, которые прожили свою жизнь и остались здоровы. И уже ясно, что, например, проявляемость некоторых вариантов, которые мы считали патогенными, она была завышена, основываясь на этих данных. Но есть и совершенно точно ограничения. Во-первых, у нас недостаточно банков данных, которые бы содержали как медицинскую, так и генетическую информацию, с одной стороны. А с другой стороны, эти банки данных содержат информацию в основном о людях европейского происхождения. И, например, для нашей страны, которая многонациональна, не всегда эти данные являются релевантными. И на самом деле участие общества в таких больших широкомасштабных геномных исследованиях волнует ученых в разных странах. И в 2016 году был начин такой международный проект. Он начат был сотрудниками Welcome Genome Campus в Великобритании. И потом к нему привлекли участников из 22 стран, и в том числе нас, Россию. Этот проект заключался в опросе людей, людей, что называется, с улицы, вне зависимости от их отношения к генетике. И из разных стран проводился он онлайн. Вот там приведен на слайде адрес опроса, который до сих пор можно посмотреть. Представлял он из себя 9 видеороликов, которые объясняли основные понятия, использующиеся в опросе. И 29 вопросов, в основном касающихся желания пожертвовать ДНК для исследований разным категориям исследователей и тех факторов, которые могут на это повлиять. Результаты опроса, первые результаты международного опроса, международные группы, были опубликованы совсем недавно, в сентябре. И они как раз касались вопросов доверия общества к разным группам исследователей. Вот на этой картинке приведены, ну верхняя картинка, это как раз желание пожертвовать ДНК разным группам исследователей. И группы исследователей выбраны следующие были. Это врачи, это университетские работники, некоммерческие исследователи и, наконец, коммерческие фирмы, которым тоже очень интересно получить информацию о ДНК, в том числе для разработки новых препаратов для лечения, в том числе и редких наследственных болезней. Я такую большую диаграмму привела только одну, чтобы было видно, сколько стран и какие страны приняли участие в этом исследовании. А вот внизу было показано, что тут данные приведены в целом по всей выборке и данные по России. И показано, что в целом люди во всем мире наиболее склонны предоставлять свою информацию, медицинскую информацию о ДНК врачам и в меньшей степени коммерческим организациям. И Россия здесь не была исключением. Знакомство с генетикой и готовность предоставить ДНК – это тоже очень важный показатель. И надо сказать, что чем больше были знакомы люди с проблемами генетики, особенно если эти проблемы касались их лично, то есть это были сами больные, или больные наследственными заболеваниями были в их семье, или эти люди работали в области генетики, тем чаще они готовы были пожертвовать свои данные для исследований. Еще один предиктор – это так называемая генетическая исключительность. То есть был задан вопрос, считаете ли вы, что генетическая информация отличается от медицинской. Вот на самом деле этот предиктор, хотя очень многие люди в мире считают, что генетическая информация особая информация, отличается от медицинской. В России, кстати, нет. В России большинство считает, что она аналогична медицинской информации. Да, но этот предиктор, тем не менее, не сыграл большой роли, и даже несмотря на такую генетическую исключительность, люди готовы были жертвовать свою информацию для исследований. Но самый большой предиктор – это доверие. Доверие, по крайней мере, одному индивиду или организации относительно человека. И это доверие дает наибольшую вероятность, что люди пожертвуют свою информацию. Так вот, вот здесь Россия очень сильно отличалась от всего остального мира. На самом деле, вот на картинке, на диаграмме стопчатой приведены данные по России и по всей выборке – это доля желающих пожертвовать хотя бы одной организации. Это врачи, вернее, доверяющих хотя бы одной организации. Это врачи, это университетские исследователи, коммерческие исследователи и государство, и правительство. И вы видите, какая низкая оценка доверяющих в нашей стране. Но если говорить о количестве людей, которые доверяли хотя бы двум, из перечисленных организаций, то в самых высокотехнологичных, развивающихся странах таких людей было более 50%. И это Китай, это Индия, это Великобритания. И меньше всего было в Египте, России, Германии и Польше. Но такой спойлер из второй статьи, на самом деле Россия оказалась в числе самых недоверяющих никому стран, к сожалению. Теперь, если говорить о том, какие проблемы волнуют наших людей и какие опасения они высказывают. Вот здесь я привела прямо цитаты. Надо сказать, что к моему величайшему удивлению, а мы много занимаемся социологическими опросами, и обычно наши люди не склонны писать комментарии. Вот здесь было много комментариев. Так вот, опасения, которые высказали наши респонденты, в основном касались это проблем, нарушений конфиденциальности, которые они видят при передаче своей ДНК и медицинской информации. И в первую очередь они касались возможности получения такой информации работодателям и дискриминации на работе. На втором месте была возможность дискриминации и стигматизации в личной жизни. Вот там есть, что коллеги мои узнают и станут ко мне иначе относиться. Или мой партнер узнает, и это может расстроить мою личную жизнь. Что касается медицинского страхования или страхования жизни, то здесь наши респонденты опасались такой истории реже. Ну, наверное, потому, что наша система страхования, она как раз сильно отличается от того, что мы видим во многих других странах, которые приняли участие в опросе. Но были и совершенно четко опасения, связанные с какими-то мошенническими действиями с этой информацией, а также с передачей коммерческим структурам, в результате чего люди опасались получать какую-то контекстную рекламу, какие-то рекомендации фармацевтических препаратов определенных. И здесь не привела, это был редкий вариант, но отголосок того, что мы видим в наших средствах массовой информации, всевозможных ток-шоу и телепередач, телесериалов. Это опасение того, что мою ДНК подбросят на место преступления, или опасение того, что у меня могут появиться нежданные родственники. И это говорит о том, что у нас по поводу генетического тестирования в общественном сознании формируются некие мифы, которые на самом деле на пользу-то исследователям не идут. Что касается мер защиты, которые могли бы изменить отношения, такой вопрос тоже был задан. Что могло бы изменить ваше отношение к пожертвованию ДНК? И один из этих вопросов был по поводу законодательного регулирования. К сожалению, вот здесь наши респонденты тоже были весьма и весьма скептичны. В первую очередь, конечно, они писали о том, что у нас уже есть законы о защите персональных данных, но, к сожалению, они не действуют. Я могу сказать, что англоязычные группы уже опубликовали свою отдельную статью, и там респонденты англоязычные, а они сравнивают как раз защиту геномных данных с защитой банковской тайны. Вот у нас, к сожалению, банковской тайны практически нет. Да, и вся информация, которая есть в различных базах данных, она очень часто оказывается не в тех руках, для которых она предназначена, и люди это отмечают. Но главное, что они отмечают, это не то, что нет законов, а то, что эти законы плохо действуют. То есть вопрос скорее в средствах реализации этого закона. И поэтому, даже если будет принят закон, что информация останется в чисто научных кругах и дальше не имеет права распространяться, некоторые говорят, не будет спокойнее. Но есть опасения насчет выполнения реализации этого закона. И еще одна, один такая же история, тоже только по российской выборке, что важно знать нашим респондентам и что бы успокоило их. Они хотели бы, 62% из них, хотели бы точно знать, кто использует мою информацию и с какой целью. они хотели бы иметь возможность доступа к собственной ДНК или медицинской информации, это 51%, подробную информацию о санкциях в случае неправомерного использования моих данных другими лицами, это половина из опрошенных, и возможность отозвать мою информацию в будущее. Надо сказать, что вот подобный опрос, на мой взгляд, очень важен, учитывая то, что перед нашими исследователями сейчас ставятся программы создания национального биобанка и генетического профилирования и паспортизации, и такое отношение общества, конечно, должно настораживать исследователей и необходимо работать с обществом. В заключение я, собственно, привела эти положения и особенно хотела бы еще раз подчеркнуть, что российские участники видят риски дискриминации и стигматизации при использовании генетических данных и поэтому не очень готовы ими делиться. Поэтому нам необходимо, наверное, создание надежных информационных источников, которые бы знакомили общественность с целями геномных исследований, с необходимостью обмена данными для этого между учеными и не только в нашей стране, но и с зарубежными учеными. Необходимо объяснить вклад геномных исследований в понимание и прогнозирование в конечном итоге лечения заболеваний. Необходимы различные общественные дискуссии о различиях и сходстве между геномными и другими медицинскими данными. Необходимы меры по повышению доверия общества, созданию механизмов, в том числе правовых, чувствительных к общественным ожиданиям, опасениям. И защита конфиденциальности и недопущения дискриминации. Это очень важные моменты, которые волнуют общественность, и без решения их трудно двигаться дальше. И мне хотелось бы сказать, что вот такие опросы общественного мнения, наверное, должны быть регулярными, которые, для того, чтобы измерять вот такую температуру общества. И, наконец, я хочу поблагодарить вот этот портрет Анны Миддлтона, руководителя этого проекта и руководителя группы биоэтики и исследований общества Welcome Genome Campus, все национальные программы и нашу маленькую группу. Это я и Елена Баранова, а также нам помогали переводить на русский язык Надежда Ковалевская и компания Репозитив все эти ролики. Это была отдельная и очень большая работа, которая заняла довольно много времени. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, Вера Леонидовна. Коллеги, как только что мы выяснили из этого доклада чудесного, в России живет народ недоверчивый. Отчасти это оправдано, отчасти это связано с задачей формирования конструктивного отношения к новейшим технологиям. И вот на формировании такого конструктивного отношения к развитию генетических технологий в том числе конечно огромное влияние должно оказывать как просветительская так и образовательная деятельность. Поэтому мне бы хотелось передать слово представителю философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, одному из наших крупнейших специалистов области философии образования Елене Владимировне Брызгалиной, которая как раз расскажет нам по поводу проблем биоэтического образования. Уважаемый Валерий Николаевич, спасибо за предоставленное слово Елена Константиновна. Будучи действительно специалистом по философии науки и философии образования, я преподаю биоэтику наверное с середины 90-х годов, являюсь членом нескольких биоэтических комитетов, возглавляла рабочую группу по выработке рекомендаций по социо-гуманитарному сопровождению национального биобанка в рамках проекта университета под коротким названием Ноев Ковчег. Я много читаю лекции, выступаю в СМИ и очень остро чувствую запрос, который сегодня формируется в обществе на обсуждение тех тем, о которых мы говорим сегодня и конечно озабоченность профессионального сообщества. Благодарю за возможность поделиться своими мыслями. Елена Георгиевна в своем докладе обратила внимание на то, что биоэтика функционирует одновременно и как междисциплинарная область исследований хочу подчеркнуть это слово социогуманитарная экспертиза это не оценка путем сравнения с образцом. Мы сегодня имеем дело с объектами, ситуациями, конфликтами, которые не имеют алгоритмизированных решений. Поэтому работа гуманитария это работа от постановки задач вместе с ученым до выработки методологии и оценки последствий. Второй смысл биоэтики это конечно функционирование биоэтики как экспертной площадки, которая отличается тем, что на ней в диалог с экспертами вступают носители того самого профанного обыденного знания о котором говорила Вера Леонидовна и их позиции выровнены потому что один будучи специалистом в научных фактах выровнял свою позицию причем сознательно с тем кто является знатоком в своей биографии в тех ценностях на которые человек ориентируется. И в третьих биоэтика это академическая дисциплина и вот с учетом такого понимания я на трех аспектах которые вы видите на слайде хотела бы сосредоточиться. Начну с проблем профессионального образования. На слайде вы видите примеры того как задается нормативами наших федеральных государственных образовательных стандартов преподавание биоэтики будущим специалистам медико-биологических дисциплин. Вы видите что компетентностная парадигма образования задает ожидаемые результаты обратите внимание на формулировки. Мы думаем что компетенция это единство знаний навыков действия и личностных качеств но если мы обратимся к тому как реализуются задачи даже записанные в стандарте мы обратим внимание на две разных стратегии формирования биоэтических компетенций. Первая стратегия это чтение отдельных курсов. Вторая стратегия размещение биоэтических тем внутри профильных дисциплин. Представляется что противопоставлять эти стратегии не стоит. Задачи формирования биоэтических компетенций связаны не только с чтением профильного курса но и с органическим включением биоэтической проблематики во все виды профессиональной подготовки в том числе в научную деятельность студентов и молодых ученых. Это первая задача и одновременно первое предложение. Следующий момент содержания курса биоэтики. Можно выделить две модели выстраивания этого курса. Одна в основном распространена на Западе. В рекомендациях преподавания биоэтики для европейских стран указывается что целесообразно выстраивать курс вокруг анализа принципов биоэтики. Автономии, конфиденциальности, правдивости или любого другого набора классификации принципов. У меня был опыт преподавания в Московском университете такого экспериментального курса вместе с нашими выдающимися биоэтиками Борисом Гылычем Юдином и Павлом Тищенко. Этот опыт я бы признала не самым удачным, потому что трактовка биоэтических принципов западной традиции малочувствительна к тому, что значимо для общества в нашей стране. Соответственно, я выстраиваю свой курс и знаю, что также поступают мои коллеги в других учебных заведениях, ориентируясь на ключевые проблемы, которые сегодня есть в биомедицине. И в привязке к предметности мы обсуждаем в ситуации начала, конца жизни, вмешательства в физическую и психическую целостность, работу биоэтических принципов, как неких маяков, компасов, ориентиров. Но как действовать, идя на этот маяк, каждый должен понять личное решение. Поэтому содержание курса, отражение в нем отечественной традиции биоэтики, обсуждение современных методов преподавания, это, конечно, отдельная тема, я думаю, что ее нужно обсуждать, но совершенствование любого предмета в высшей школе это процесс непрерывный. Я бы хотела обратить внимание, посмотрите на пункт 2 на слайде, на единство обучения биоэтики как системе знаний и биоэтического воспитания. Знание можно доказать. Ценностям, лежащим в основе этичного поведения, можно только в ходе дискуссий убедить. Что сейчас происходит с курсом? Очень во многих вузах происходит сокращение часов на преподавание, а те часы, которые остаются, становятся лекционными. Очень сложно убеждать, аргументировать, обсуждать противоположные позиции в условиях лекционных форматов. Да, мы понимаем, что сейчас особая ситуация, но я говорю о некоторых рамках. И я хотела бы внести предложение. Нам все-таки нужен мониторинг того, как преподается биоэтика студентам профильных направлений. Как сейчас это выглядит и как мы можем повысить качество биоэтического образования, какие формы работы сегодня мы можем использовать, какие темы наиболее актуальны. качество преподавания зависит не только от содержания курса, от нормативных рамок, но и от квалификации преподавателей. Подготовка профессиональных биоэтиков сегодня относится к специальности прикладная этика, если мы возьмем уровень бакалавриата. Если любой человек, выбирающий профессию, а в атласе профессии будущего есть профессия биоэтик, в любом поисковике наберет запрос на поиск вузов, где преподается биоэтика, где можно получить такую специальность. На уровне бакалавриата он увидит семь магистрских программ в четырех городах России, казалось бы, достаточно, но это укропненная специальность, в нее помимо биоэтики входит и бизнес-этика, медиация, корпоративная культура, корпоративные антропологи и много чего разного. Я не думаю, что выход в том, чтобы наращивать количество бакалаврских программ по биоэтике. Мне кажется, важнее развивать магистерские междисциплинарные программы, когда, получив базовое философское, юридическое, культурологическое или геовидическое образование, выбрав сознательно свой дальнейший путь, молодой человек мог бы стать специалистом в биоэтике. На базе философского факультета в сотрудничестве, например, с кафедрой биоэтики лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова вполне может быть открыта такая профильная магистратура. Мы готовы к этому, мы готовы к взаимодействию с другими структурами. Тоже прошу зафиксировать как предложение. И хочу подчеркнуть роль повышения квалификации тех коллег, которые уже работают в медицинских университетах, преподавателей социально-гуманитарных кафедр, которые читают не только курс биоэтики, но и курс философии, истории и философии науки для высоких уровней образования. Поведу пример, что сделано в МГУ. Мы открыли программу повышения квалификации философии медицины именно для комплексной переподготовки преподавателей социально-гуманитарных дисциплин университетов. Сделали мы это через ответ на обращение эктора Рязанского медицинского университета Романа Евгеньевича Калинина. Мы создали программу, разослали приглашение в медицинские вузы. 25 октября мы стартуем и это вот уже реальные шаги. Приглашаю коллег, вся информация на сайте философского факультета. Это не эклама. Я считаю, что даже малыми шагами и малыми усилиями мы можем поддержать тот уровень, который у нас есть, а он у нас достойный. Перехожу ко второму вопросу. Биоэтическая проблема в системе непрерывного медицинского образования. Если для курса биоэтики важна система биоэтических знаний, то в данном случае важны навыки взаимодействия с биоэтикой как социальным институтом. Представляется, что на этом уровне цели биоэтического образования должны быть смещены на два момента. Первый функционирование биоэтических комитетов, комиссий в исследовательских, научно-образовательных и клинических организаций. Возрастает роль решений биоэтических комитетов как способов поддержки деятельности исследователей и клиницистов. Основания деятельности, СОПы, правила обращения, образцы оформления заявок, разборы сложных кейсов – это может быть предметом повышения квалификации сотрудников. Отмечу момент соотношения права и этики как регулятивов развития науки и технологий. Валерий Николаевич совершенно корректно обратил внимание на фундаментальность этики. Право фиксирует сложившиеся общественные отношения, а в сфере, о которой мы говорим сегодня, люди вступают, будучи погруженными в совершенно новые ситуации. Этика всегда будет опять сжать правовое закрепление норм. А если мы вспомним нашу русскую философскую традицию, Владимир Соловьев говорил о том, что когда человек поступает по закону, он поступает в силу внешнего принуждения. И это совсем другая сила, чем когда человек действует от сердца по совести в соответствии с ценностями. И второй момент, на который можно было бы обратить внимание по ипе и подготовке, это развитие коммуникативных навыков исследователей и медицинских работников. Потому что реализация принципов биоэтики происходит в непосредственном контакте исследователя с испытуемым, с донором, врача, с пациентом, с членом семьи. И одна из проблем преподавания биоэтики это разрыв между концептуальными знаньевыми представлениями и реальной практикой. Современная медицина действительно такая, что она не может дать однозначные экспертные ответы на все вопросы. И как в коммуникации учитывать и клинические данные, и представление пациента о благе, вот этому надо учиться. Я надеюсь, в этой аудитории моя позиция не вызовет негодования, потому что очень распространены такие взгляды, что пациент должен однозначно доверять врачу, что некогда разжевывать потенциальному участнику эксперимента его права. Доверя и взаимное уважение, это основа коммуникации. И вы понимаете, что взвешивание рисков и пользы в грамотной исследовательской и клинической практике требует учета того, что важно и приемлемо для человека как автономного субъекта принять решение, даже если он не специалист. Но как это реализовать? Вот этому стоит учиться постоянно. И врачам, и пациентам. Поэтому я перехожу к третьей части. О биоэтическом просвещении не специалистов. На слайде я попыталась выделить те обстоятельства, которые, по моему мнению, именно сегодня актуализируют необходимость биоэтического просвещения. Не буду их комментировать. Отмечу, что может стать целью биоэтического просвещения граждан. Формирование биоэтической культуры. Готовность к биоэтическому выбору на основе информированности и добровольности. Биоэтика не помогает людям понимать айшения. Биоэтика помогает людям делать выбор. Мы в обыденной жизни путаем понятие. Понять айшения, сделать выбор. Но айшения можно назвать такую ситуацию, когда правильность айшения зависит от полноты набора данных, от следования алгоритму, а поняв айшения, мы можем оглянуться назад и сказать, правильно мы айшили или нет. Вот биоэтика принципиально другая. Биоэтика существует там, где крайне сложно учесть все обстоятельства или они просто неизвестны. Там, где нет алгоритма и в этих ситуациях неуместно использовать слова правильно или неправильно. Если внутри одной семьи кто-то отказывается от поинатальных генетических исследований, потому что он любит этого будущего ребенка, а кто-то на них соглашается, они действуют из одного основания, из любви. Можно ли сказать, у тебя любовь правильная, а у тебя нет? Это ценности. Это совсем другой уровень выбора. Страшно тяжелый. Да, человек рассматривает какие-то доводы специалистов, он слушает врачей, слушает генетиков, но в конце концов человек остается один на один со своей ситуацией. И он понимает решение, опираясь не на ту сферу, где живут факты, а там, где живет его собственное я. Поэтому в современной медицине, когда человек сталкивается с дилеммами, в которых нет однозначных решений, человеку нужно как минимум сделать этот личный выбор. Есть ли возраст, с которого этот выбор актуален? Ну, если уж мы говорим о просвещении, можно ли очертить какие-то границы? Давайте обратим внимание на то, что возрастные границы принятия решений сегодня смещаются в качестве примера по виду ситуацию осени 2020 года тестирования наркотики среди школьников, которым исполнилось 13 лет по согласию родителей, а с 15 лет при согласии и детей. То есть, значит, у подростка уже в школе должны быть некие основания для того, чтобы делать выбор. Ну, понимаю, с натяжкой, что здесь прям о чистом биоэтическом выборе сложно говорить, но это конкретная воспитательная образовательная задача. Поэтому биоэтическая проблематика должна быть вписана и в какие-то курсы. Может быть, школьный курс общества знания, в высшей школе, безусловно, об этом надо говорить и в курсе философии и совменных проблем естествознания. Вся жизнь человека в условиях медикализации это один сплошной выбор. Поэтому биоэтика должна искать способы коммуницирования. Мне кажется, наша российская традиция не до конца использует тот механизм коммуникации, который распространен самым актуальным проблемам, в частности, по биоэтическому регулированию генетических технологий. Я не имею готовых ответов. Я делюсь с вами тем, за что болит мое философское сердце и уверена, что сегодняшняя конференция имеет очень большое значение и для российского общества, и для российской науки, и для каждого гражданина России. Спасибо. Спасибо большое. Елена Владимировна, у нас есть несколько вопросов из зала, но я бы предложила все-таки эти вопросы рассмотреть после того, как у нас закончатся все пленарные доклады. Спасибо, Валерий Николаевич Фольков, я знаю, что у него сейчас истекло время, собственно говоря, когда он может присутствовать на нашей пленарной сессии. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли, открыли, и вообще министерство огромное спасибо за то, что сегодняшнее мероприятие состоялось. Валерий Николаевич, всего доброго. Коллеги, мы с Валерием Николаевичем увидимся позднее, когда будем подводить итоги сегодняшнего мероприятия в режиме рабочей группы. Сейчас я предлагаю вам продолжить заслушивание наших пленарных докладов, и вот размышляя опять же об отношении общества к проблемам развития генетических технологий. Глубоко убеждена, что ведь проблема, которая волнует общество, она, в общем, знаете, не базируется не вокруг того, родится ли у конкретной пары ребенок с голубыми глазами или высоким IQ. Все-таки мне кажется, что общество гораздо больше волнует с точки зрения медицинской генетики, какую таблетку, какой лекарственный препарат, какое вещество наука и медицина могут предложить конкретному человеку для того, чтобы вылечиться от того или иного заболевания. Вот это такая насущная действительно проблема, которая волнует многих и многих наших граждан. Здесь тоже есть свои вопросы, связанные с биоэтикой. Я хочу предоставить слово председателю Совета по этике при именздраве Российской Федерации члену-корреспонденту Российской Академии наук Александру Леонидовичу Хохлову, который нам как раз расскажет о проблемах биоэтического характера, связанных с клиническими испытаниями лекарственных препаратов. Уважаемая Лена Константиновна, уважаемые коллеги, сегодня проблему, которую мы обсуждаем, связанную с этикой, биоэтикой, лекарствами, становится прикладной, поскольку есть области, которые требуют непосредственного приложения медицинских, философских, юридических знаний для проведения экспертизы, причем на сегодняшний день это многогранное, достаточно серьезное направление, которое включает и доступность медицинской помощи, репродуктивное здоровье, био-нанотехнологии, этику окружающей среды, этику донорства, кроме того, биоразнообразие, сохранение поддержки и ее форм. Ну и действительно, когда мы говорим об этих направлениях, то невольно возникает новое. сегодня мы обсуждали эти вещи, когда накапливается медицинская информация, требуется ее систематизация, развивается биоинформатика. Вот буквально недавно юристы обсуждали новый термин, который еще пока не укрепился, это биомедицинское право. И возможно, вот если мы будем говорить о будущем, о том, чтобы усиливать направление генетических исследований, то невольно мы должны закреплять многие вопросы, связанные с правом. Ну и естественно, разработка лекарств, которая сегодня волнует всех, исследования лекарств, они во многом связаны со всеми этими направлениями. Причем сегодня, если мы возьмем современность, нужно вспомнить историю. Когда начиналась биоэтика с Ивана Ренслера Поттера, то речь шла как раз о том, что развитие этого направления в области знаний имеет значение и биологические аспекты, и медицинские аспекты, и эко, логия, сфера, в которой мы с вами живем. Но с того времени появилось много новых знаний и даже новый термин, который сегодня существует, и конференция, которая была посвящена фармацевтической биоэтике. Ну и существует термин, говорили о том уже, что медицинская биоэтика. И, вспоминая историю, все это рождалось не так просто. Мы помним и проблемы, связанные с генетикой, но которые были в первую очередь связаны с негативными тенденциями. Это Евгеника, это законодательство в Соединенных Штатах, которое регулировало в свое время миграционную расовую политику и даже определенные браки. Это те вопросы, которые связаны с искусственной стерилизацией преступников, но и нацизм, когда речь шла о стерилизации, об исследовании различных лекарственных препаратов, которые были связаны и с вакцинацией, и с разработкой новых сульфаниламидных препаратов и так далее. И, конечно, все это закончилось Нюрбинским кодексом, который явился важнейшим инструментом, основанием для разработки ряда международных документов, регулирующих принципы проведения медицинских опытов на людьми. Он был принят в 1947 году. Основные его принципы явились основой для дальнейшего развития. И появились такие документы, которые, в первую очередь, Хельсинская декларация, которая пересматривалась уже много раз, и Хельсинская декларация Всемирной медицинской ассоциации на сегодняшний день являлась достаточно серьезной базой для развития таких международных нормативных правовых актов, как директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза, резолюции Генеральной конференции ЮНЕСКО от 2005 года, регламент Европейского парламента, Совета Европейского Союза и так далее. Но, естественно, и российские законодательные акты, которые на сегодняшний день мы с вами пока не задача наша перечислить их. Сегодня в этом направлении развивается много, даже в новой редакции Конституции есть вещи, которые связаны с генетикой. И перевод сегодня, переход к исследования лекарственных препаратов, конечно, связан во многом с АСЕИЧ. АСЕИЧ – это фактически 90-й год, Брюссель, совещание представителей ряда западных стран. Целью этого совещания служила конференция по гармонизации технических требований к регистрации фарматических продуктов, предназначенных для применения человека. Совет по этике, который долгие годы возглавлял Исан Григорьевич Учалин, создан для как раз цели защиты жизни, здоровья и прав пациентов, принимающих участие в клинических исследованиях. Мы руководствуемся своей работе федеральными законами, международным правом, но большое значение, конечно, имеет то, что сегодня, как уже говорили, задачи регистрации лекарственных препаратов, исследования, вложатся, конечно, на Федеральный совет по этике, но все больше звучит роль локальных этических комитетов в связи сложившейся ситуации пандемии ковида. Вот вы видите результаты работы Совета по этике, вы знаете, что динамика есть и отрицательных решений, это не все положительно, вот на сегодняшний день с 2013 года по 2020 год отрицательных решений уменьшилось с 7 до 2 процентов. Но вместе с тем сегодня достаточно много замечаний, часть из них касаются генетики, то есть до 20-30% в целом в структуре Совета по этике есть замечания, не такая большая часть, это меньшая часть по генетике, но на сегодняшний день есть вещи, которые не имеют еще убедительной законодательной базы, чтобы правильно принять решения, чтобы правильно понимали решения заявители некоторых крупных, в том числе международных, исследований. И в том числе Советом по этике проводится на сегодняшний день согласно 441-му поставлению правительства регистрация лекарственных препаратов, связанных с применением в условиях ковид-инфекции. Вот на сегодняшний день, вот за вот этот год рассмотрено 1280 дел, связанных с регистрацией и выводом новых лекарственных препаратов, в том числе 75 по ковид, но это вот на число 28-09, позавчера был Совет по этике, вы знаете, что еще появились новые препараты, появилась новая вакцина разработчика «Вектор», появились препараты, будут те препараты, пока не называю имя, которыми уже даже президент Соединенных Штатов лечился, то есть тоже они будут доступны в Российской Федерации. То есть идет такая достаточно интенсивная работа. Этическая экспертиза оценивает соответствующую этическую составляющую исследований, этики клинических исследований, и, конечно же, самая главная цель, чтобы подчинить интересы науки интересам приоритету прав и свобод личности. Это два баланса, которые на сегодняшний день очень важны. И защита прав испытуемых в ходе проведения исследований является очень важным моментом. Причем здесь, как я уже подчеркиваю, наряду с локальной этикой и федеральной имеет динамическая работа в этом направлении, потому что работа с пациентом все равно ложится на конкретных исследований на локальные этические комитеты. И сегодня встает ряд сложных вопросов, один из которых является как раз изучение генетических и других биологических материалов испытуемых. Наряду с организацией лечения после завершения исследований, потому что эти вещи часто связаны, когда мы говорим о биобанкинге, это организация исследования в условиях как раз ковид-инфекции, а сегодня многие препараты, которые создаются, они тоже связаны с генетикой. Вопросы конфиденциальности медицинской информации, тоже связанные с генетическими часто вопросами. Вместе с тем, сегодня задачи локального комитета достаточно конкретны, и они требуют многих знаний, которые, к сожалению, обновляются, и многие члены локальных этических комитетов не обладают. Не существует у нас сегодня единой системы постдипломной подготовки членов локальных этических комитетов. Причем туда входит, согласно рекомендациям ВОЗ, люди не только медицинским образованием, но не с медицинским. По опыту ряды стран есть соответствующие даже структуры, которые объединяют отдельно членов этических комитетов, представляющих медицинские области знаний, и не медиков, и они получают соответствующее образование. У нас пока эта система, наверное, еще предстоит развивать. Вместе с тем, локальные этические комитеты, кроме того, рассматривают сообщения о случаях нежелательных явлений, которые сегодня необходимы, согласно концепции Евразес, для того, чтобы наши препараты были столь же по международным требованиям, востребованы и как на внутреннем, так и на международном рынке, потому что каждый держатель регистрационного удостоверения должен иметь полную информацию о всех нежелательных реакциях, которые возникают на лекарственные препараты. Конечно, в фазах клинических исследований, которые сегодня существуют, всем хорошо известны, это три основных фазы, которые требуют для регистрации, четвертая, уже пострегистрационная, но на всех фазах исследования включается генетика. Это идентификация генетических биомаркеров, это валидация этих маркеров и применение в клинической практике. И каждое направление имеет колоссальное значение. Ну и на сегодняшний день еще параллельная тенденция появилась, когда наряду с исследованием лекарственных этой области, когда собирается биологический материал, возникает, особенно в крупных многоцентровых международных исследованиях, возникает дополнительная опция, если так можно сказать, когда этот биологический материал суммируется, копируется и возникают уже исследования после завершения этого исследования. Итак, если говорить о потенциале фармакогенетики в клинических исследованиях, конечно, это выявление особых реакций ответчиков на лекарственные препараты, не ответчиков, как условно можно назвать, в том числе те, которые предрасположены к возникновению нежелательных явлений. Это, конечно, огромная цель и задача для генетики, но и, кроме того, изучаются новые мишени действий, появляются препараты, которые действуют на основе в общем-то определенных знаний о геноме человека. И действительно определение групп населения, которые должны получать более низкие или более высокие дозы препаратов или более длительные интервалы тетравания на основе знаний генетических аспектов, дозу реакций, побочные реакции, сегодня стоит очень конкретно и такие исследования проводятся очень широко. Ну и, кроме того, это идентификация популяции ответчиков не только на основе генетических, но и связанных с фенотипом, с рецепторными изменениями, которые тоже являются очень важными для поиска новых препаратов, для подбора индивидуального лечения. Ну вот, в частности, пример, азотиоприн или 6-меркаптопурин, и у них есть, как бы, у наших пациентов разные типы метаболизма. Если мы возьмем с вами медленных метаболизаторов, то требует всего 10% дозы. Если умеренные метаболизаторы, то требует только 50% дозы. Если мы будем применять полную дозу, то вызовем соответствующие энергетические реакции. Кроме того, сегодня, вот мы, как уже говорили, стоит важным образом вопрос о создании лекарственных препаратов, действующих на геном человека. Моноклональные антитела, проблемы лечения атеросклероза сегодня много меняются, это еще будущее, когда появляются новые препараты, уже зарегистрированы, которые действуют на основе генома. Создание генноинженерных лекарственных препаратов, а вот что, вот уже вакцины, и мы, несмотря на то, что мы рассуждали долго, где же наши инновационные препараты, возникла необходимость, и они созданы, причем на основе достаточно серьезных геномных разработок, и работа ведется в этом направлении очень успешно. В связи с этим, конечно, требуется пересмотр генетических определенных, не только, так скажем, серьезных решений в области практической деятельности, но и юридических. Сегодня отечественные рекомендации, к сожалению, пока не столь обширны в области лекарственной терапии. Есть клинические рекомендации, но если сравнить международную базу данных, то, конечно, здесь гораздо больше проработок. И в Евросоюзе определено, если генотип прогнозируемого четко влияет на результаты фармакокинетики, то есть путь лекарства в организме, его скорость уведения, в частности, то это связано и с эффективностью, и с безопасностью, то в этом случае необходимо изучать генетическую информацию. И в этих направлениях строятся разные дизайны. Либо дизайн исследований основан на генетическом тестировании, либо стратегия обогащения популяции, то есть мы выбираем людей, которые обладают тем или иным генотипом. И даже условия рандомизации, то есть случайного выборки групп с учетом этого генетического тестирования. Ну, в частности, исследования препарата биэквивалентности. Если мы будем с учетом анализа полиморфизма гена, влияющим на метаболизм мертозапина, изучать выборку, то можем уменьшить ее на 29%. С одной стороны, казалось бы, это хорошо, это в экономии определенная, но возникает другой вопрос, почему в Евросоюзе не всегда используют технологию, потому что если в уменьшем размеры выборки, с учетом особенностей полиморфизма генов, не скажется ли это на всей популяции, а где остальные? Как будет приять препарат на тех людей, у которых другой полиморфизм? Поэтому, несмотря на это, генетика в исследованиях биэквивалентности пока еще не столь широко применяется. Но вот то, что мы с вами обсуждали, когда результаты биологических материалов при проведении крупных многоцентровых исследований становится информацией дополнительной в виде базы данных генетических материалов. Это серьезная система биобанкинг, которая позволяет проводить крупномасштабные исследования, а в случае вот таких технологий уже после завершения исследования. И здесь, конечно, возникает много вопросов. Но вот есть положительное решение, в частности препарат гифетиниф. В 2004 году Астрозенека в данном случае провалило в международном клиническом исследовании этот препарат. Но потом уже проводился пост-хок анализ, и он выявил эффективность препарата у азиатов. То есть это уже было сделано после того, как исследование было завершено. Но возникает вопрос, вот здесь международное право, наше право, каким образом мы должны принимать решения в случае проведения международными организаторами исследования крупных, проводимых на тысячах и десятках тысяч больных, в том числе с увеличением сотен или даже тысяч российских пациентов, когда речь идет о заборе материала. Потому что иногда задачи в протоколах не ставится непосредственно то исследование, которое будет уже проводиться на биологическом материале, забранном у пациентов в ходе исследования. И есть определенные ссылки на европейскую регуляторику, которая прощает приведение подобных исследований. Это как раз регуляция с номером 536-214, 29-я преамбула, в котором фигурирует о том, что действительно такие исследования позволяют нам обеспечить новые данные. Но есть нюанс, когда мы зачитаем до конца, то тут есть право тех людей, которые принимают исследование, отозвать информированное согласие. А как это технически возможно, если биобанки находятся на территории других стран, наш пациент находится в России, он не знает, что происходит и как можно отозвать это информированное согласие. Тем более в Хельсинской декларации есть такие пункты, которые гарантии по завершению исследования, отдельный пункт это в новой Волонской декларации, и регистрация исследований, публикация, распространение результатов. То есть как об этом может быть информирован пациент, какие исследования, в каких сроках планируются, это мы, к сожалению, не знаем. То есть это два момента таких достаточно важных, но вот такие исследования по биобанкингу сегодня ведутся очень активно. Это вот клиника «Лтроэзгав», ссылка на 11 октября, мы видим на сегодняшний день 22 исследования в мире проводятся. Мы сейчас проводим крупномасштабные исследования по нашим вакцинам, конечно, надо бы задумываться, чтобы и нам создавать такие же биобанкинги. Если говорить о образовании, то я поддерживаю всех выступавших докладчиков Елену Владимировну, Веру Леонидовну, и действительно сегодня очень важным аспектом является образовательная деятельность. Вот при поддержке Ельца Григорьевича была разработана программа на основе декларации ЮНЕСКО, и сейчас мы готовим такой сетевой образовательную программу для чинов локальных локальных комитетов. И будет замечательно, если мы найдем точки соприкосновения на межмузовском уровне, потому что огромное количество чинов Советов по Этике, огромное количество существует медицинских организаций, имеющих лицензии на клинические исследования, и образовательное направление на пост уже дипломном уровне требуется очень серьезное. Но на самом деле мы работаем активно в этом направлении, есть уже такая большая база документов и монографий, и вот надо будет сейчас руководство готовим по биоэтике, которые можно будет использовать для образовательной среды, они как раз на стыке, но я думаю, что в этом направлении надо будет двигаться. И вот один из шагов, это как раз открытие сетевых кафедр медицинских вузов, это сегодня очень важно, в том числе вот в нашем вузе открыта такая сетевая кафедра, и здесь как раз есть большой потенциал для развития образовательных направлений. И действительно в заключение я хотел бы отметить, что сегодня фармакогенетика, клинические исследования тесно связаны с таким направлением, как персонализированная медицина, эффективное и безопасное лечение, и вопросы биоэтики здесь становятся очень важными, прикладными, и для нас очень важно взаимодействие специалистов разных уровней и из разных сфер. Благодарю за внимание. Спасибо огромное, Александр Леонидович. Коллеги, время нашей панельной сессии к сожалению подходит к концу. Я отдельно хочу отметить и поблагодарить очень активное участие наших коллег в онлайн, наших зрителей, слушателей из зала, потому что много вопросов, они интересны, они касаются и ответственности гражданина за свое здоровье, и проблемы выбора эмбриона при ЭКО, и соотношение врачебной тайны и правознатия многих-многих других интересных вопросов. Я обязательно передам это все участникам наших специальных сессий, потому что очень хочу, чтобы эти вопросы были действительно затронуты и глубоко обсуждены в рамках специальных сессий. Еще одна проблематика, тоже крайне интересная, тоже, которая достойна обсуждения сегодня в формате круглых столов. Она содержится в докладе Лукьянова Сергея Анатольевича, ректора Медицинского университета имени Пирогова Минздрава России. Сергей Анатольевич, с учетом того, что мало времени, я вас прошу обозначить эту проблематику, для того, чтобы дальше мы смогли ее уже с коллегами отработать в формате круглых столов. Спасибо большое, Елена Константиновна. Да, очень яркие доклады, просто замечательное совещание, с огромным интересом слушал, большое спасибо за предложение по сотрудничеству в области образования, но я хочу выступить сейчас как исследователь, который участвует в разработке новых препаратов и видит, как отсутствие неких функций у нас тормозит развитие науки и возможности предоставлять нашим гражданам новейшие технологии. Это связано с тем, что у нас использовать можно только зарегистрированные препараты в клинических исследованиях вот этих всех фаз и только по данной нозологии, по приложению, которое было зарегистрировано. А сейчас с огромной скоростью накапливаются данные благодаря генетическим исследованиям, позволяющим делать обоснованные предположения, что вот это лекарство может помочь в сочетании с этим лекарством вот в такой нозологии, спасти людей от онкологии. Или мы изобретаем новое лекарство, но компании не рискуют вкладывать огромные деньги вот в полноценный формат. На Западе у этических комитетов, я не буду детально вдаваться в законодательство, есть право на основе вот такой экспертной оценки, обсуждения с учеными, давать право и тут, конечно, не всем организациям, а, например, ряду организаций, экспертных, у нас в Минздраве есть система национальных медицинских исследовательских центров, в коих там порядка 50-70. Вот иметь этические комитеты, может быть, координируемые каким-то еще над комитетом, но это бы резко ускорило развитие и нашей науки, и, собственно, здравоохранения. Вот очень коротко, без доказательств. Спасибо, Сергей Анатольевич. Ну и, коллеги, перед тем, как мы финишируем с нашим пленарным заседанием, пойдем, перейдем к совместной итоговой фотографии. Это важная задача нашей сегодняшней встречи. Я бы хотела предоставить слово для финальной реплики Степановой Евгении Владиславовне, представителю Министерства науки и высшего образования, доктору биологических наук. Пожалуйста, Евгения Владиславовна, очень коротко. Спасибо большое, Лена Константиновна. Я хотела бы, если кратко, сказать, что вопросы доверия общества к генетическим технологиям, они напрямую связаны с безопасностью этих технологий. И современное развитие технологии геномного редактирования требует уточнения нормативно-правовой, соответствующей нормативно-правовой базы, в том числе законодательства. И в настоящее время в повестке совместно с научным сообществом, с Российской Академией наук обсуждается возможность уточнения терминологии, связанной с регулированием в области геноинженерной деятельности. В частности, уточнение понятия организмов с точечным направленным изменением генома без внесения в него чужеродных генов. И также уточнение требований к безопасности и оценке рисков, связанных с использованием новых технологий, и в том числе даже при проведении уже научных исследований. И вопросы совершенствования законодательства в сфере генотехнологий напрямую связаны с проведением научных исследований в данной области. Я бы сказала, что это должно быть междисциплинарные исследования, в которых будут принимать участие и биологи, и генетики, и врачи, социологи, философы, и биоэтики. И конечно же министерство будет рада получить обратную связь по итогам этой конференции для того, чтобы мы уже совместно с вами продолжили в дальнейшем диалог по совершенствованию законодательства в данной области. Для того, чтобы уже снять барьеры, с одной стороны, снять барьеры для использования генотехнологий, но с другой стороны, обеспечить их безопасность. Спасибо. Спасибо, Евгения Владиславовна. Коллеги, спасибо вам всем огромное. Я позволю себе выразить уверенность, что наши пленарные доклады задали правильные векторы для дальнейшей дискуссии сегодня в течение конференции и задали некую основу для формирования того самого содержательного резюме, о котором нам говорил министр науки высшего образования Валерий Николаевич Фольков. Спасибо вам огромное. На этом мы завершаем наше пленарное заседание. Перейдем к совместной фотографии. Я хочу пожелать успешной работы нашим коллегам всем нам сегодня до конца дня. Спасибо. 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 Продолжение следует...